Смотрите! Клад! Добрый день! Этот ролик мы посвятим правильному выбору садоводами и огородниками средств для перемещения грузов. Проще говоря, выбираем тачку-тележку. Сразу идем в интернет. Устами младенца глаголят истина. Поэтому дети выбирают четыре колеса. Наши мудрые предки, наверное, пользовались ориентировочно такими и тоже четыре колеса. А вот каторжникам выдавали что-то вроде этого, чтобы работа медом не казалась. Какую длинноногую блондинку вы уговорите покататься на одноколесной тачке? Ну и, конечно, достойно ушедшие в мир иной предпочтут тачку четырехколесную. Почему же тогда все магазины, торгующие товарами для садоводов и огородников, на перебой предлагают нам исключительно тачки для каторжников? Вот довольно типичное предложение интернет-магазина на наш запрос «Тележка для дачи». Все варианты об одном, максимум двух колесах. Видимо, до нашего здоровья им дело мало. Мысли заняты совсем другим. Конечно, если вы достаточно молоды и не имеете никаких проблем со спиной, то такой вариант, наверное, будет даже полезен для укрепления мышц. А если уже возраст? А если проблемы позвоночника? Все дело в том, что только примерно половина тяжести груза приходится на колесо, а вторую половину вы несете на себе, то есть на своем позвоночнике. И даже если дорога идет под уклон, то все равно позвоночник это не спасает. Но хорошо, если дистанция 5 метров, а если вдруг метров 30 или больше. Перерыв весь интернет, нам удалось найти подходящий вариант. Представляем тележку на четырех колесах, выпускаемую нашей отечественной промышленностью. Только не ищите ее в товарах для дачников. Такая тележка выпускается для дворников. Так она и называется. Так ее и надо искать в интернете. Цена тележки, конечно, не маленькая. Видимо, в силу эксклюзивности и существенно зависит от типа колес. Мы выбрали самый дорогой вариант с надувными толстыми колесами для езды по пересеченной местности. Нам это обошлось около 4 тысяч рублей. Да, дорого. А позвоночник потом лечить будет дешево. В эту цену вошла и ванна. У меня с собой кадила, молитвенник, клубок даже есть, парадное облачение. А ванна зачем? Так какая же это ванна, сынок? Это купель. Просим прощения, купель. Объемом 70 литров. Сама тележка сварена из металлических труб. Поэтому конструкция достаточно прочная. Вес около 10 килограмм. Ручка съемная, что делает тележку удобной для перевозки в автомобиле. Но главная ценность это, конечно, колеса. Надувные, камерные, с широким протектором, диаметром 25 сантиметров. Они обеспечивают великолепный ход. А если учесть, что колеса выполнены на подшипниках качения, а не скольжения, то хоть сейчас ставь двигатель с турбонаддувом и на гоночный трек. Грузоподъемность данной конструкции заявлена как 400 килограмм. Мы бы не стали экспериментировать. Но запас прочности налицо. Самое главное, никакой вредной нагрузки на позвоночник. Вся нагрузка только на колеса. По пересеченной местности четыре наши небольших колеса поедут ничуть не хуже, чем одно большое. Безусловно, при езде, особенно по пересеченной местности, вам придется прикладывать усилия. Но это будет равномерная работа многих и многих мышц, что только полезно для вашего здоровья. Если же встретится небольшой спуск, то тележка поедет сама, вам только ее придерживать придется. Либо седлать. Ралка руля нет. Конечно, резкие повороты на ней делать неудобно, требуется усилия. Ведь колеса не поворотные. Но плавные повороты она делает легко. Первоначально мы опасались, что разгружать корыто будет значительно труднее, чем высыпать обычную тачку. Но ошиблись. При определенной сноровке задача решается очень просто. Делай раз. Делай два. Делай три. Если снять корыто, то на тележке легко перемещать длинномерные предметы, бидоны с водой, компактную мебель и даже пулемет. Нам все-таки удалось обнаружить один конструкционный недостаток. При длительной работе начинают откручиваться болты крепления ручки. Сюда необходимо установить гроверные шайбы. Рискнем предположить, что периодически надо проверять затяжку колесных гаек. Мы достаточно повозили земли и на одноколесной тачке, и на этой тележке дворника. После работы с обычной тачкой в конце дня все время болела спина. А после четырехколесной мы тоже чувствовали усталость во всем теле. Но спина чувствовала себя превосходно. Берегите здоровье. Четыре колеса для дачника всегда лучше, чем одно. Лучшие советы со всего света. Видеосоветы.ру